Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи» с заботой о традициях, с любовью к земле. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев на часах 12.09. И в продолжение нашей первой темы у нас там остался опрос на сайте у нас был размещен www.hackero.ru и мы сейчас посмотрим результаты. Как потратить депутатские деньги, спрашивали мы у вас, а вы ответили, вот как. Обустроить детские площадки 33 с небольшим процентом, отремонтировать подъезды 15%, отдать пенсионерам и инвалидам 24% и раздать избирателям поровну. Ну вот, собственно, о чем... А за праздник проголосовал только ты. Да подожди, ты еще не озвучил. А праздник, устроить праздник 12%, кстати говоря, тоже довольно-таки много. Ну вот, раздать избирателям поровну 15%, это как раз предлагала Татьяна Черезова. В буквальном смысле так, то есть вообще убрать этот депутатский фонд, так называемый, в 25 миллионов. Что, кстати, мне кажется, решило бы многие вопросы и сняло бы их окончательно. Да, Света? Ну да, либо вообще не распределять, а ставить бюджетными деньгами, и там уж по необходимости. Вот я и говорю, да. Да, про это, да, я тоже за это. Что, закрываем эту тему, и сейчас переходим к следующей теме. Международный день борьбы со СПИДом в Кирове отметят флэш-мобом. В гостях у нас Екатерина Сметанин, заведующая отделом профилактики Кировского областного СПИД-центра. Добрый день. Здравствуйте. Да, и также Наталья Новикова, это руководитель волонтерского отряда Кировской областной общественной организации «Перспектива». Добрый день. Добрый день. Слушатели, наш номер 708-502, номер для ваших СМС-сообщений 8-909-720-101-0. Пишите, подписывайтесь, заглядывайте на наш сайт www.kirovo.ru, там вы найдете, кроме радио, еще видеотрансляцию, можете на нашу студию посмотреть, на наших гостей. Ну а мы начинаем нашу беседу. 1 декабря на Театральной площади как раз состоится этот флэш-моб. В 5 часов. Расскажите, почему именно флэш-мобом отметится этот день? Ну, флэш-моб — это одна из традиционных форм проведения Дня борьбы со СПИДом для привлечения внимания общества к существованию этой проблемы. Флэш-мобы проводят студенты, в данном случае инициировали его Совет студентов СУЗов, и это их идея, их дизайн мероприятия. И если это молодежи интересно, то, конечно, это будет существовать. Ну, то есть это будут делать студенты, да? Ну, как это по традиции, раздавать листочки с информацией, да? Будет еще, слышала газета, да? Ну, газету будет выпускать спеццентр. 1 декабря у нас намечен выпуск первого номера нашей газеты. Да, но это не какое-то там прям мероприятие, все-таки тема-то серьезная, да? И хотелось бы сейчас поговорить более серьезно об этом на сегодня. Можете по статистике, по данным, сколько у нас заболевших? И я уверена, что далеко не все понимают разницу между ВИЧ и СПИД. Вот расскажите об этом тоже. По статистике на 1 ноября этого года у нас зарегистрировано в России 703 781 человек. Ну, если раскинуть на весь год, это приходится примерно 170 с лишним случаев каждый день. В Кировской области у нас на 1 ноября проживает 1210 человек. Это СПИД, да? Это заболевшие ВИЧ-инфекцией. Разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом заключается в том, что ВИЧ-инфекция это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. А СПИД это состояние и последняя стадия ВИЧ-инфекции. То есть нет заболевания СПИД, есть заболевание ВИЧ-инфекция. Поэтому человек, заразившийся вирусом, он ВИЧ-инфицированный. Разовьется у него СПИД или нет, зависит от множества других факторов. Понятно. Вот эта цифра, сколько? 170 в день получается, да? И по Кирову больше тысячи. Это как? Это много-мало по сравнению с другими регионами? Если посмотреть, да, и этого как? Много-мало судить сложно, потому что в каждом регионе свои особенности эпидемии. Конечно, если брать крупные развивающиеся регионы, где в основном заражение происходит наркотическим путем, у нас вроде бы ситуация благоприятная. Но ведь на каждого известного нам ВИЧ-инфицированного приходится еще несколько человек, которые не сдавали анализы, не проверялись и не знают о том, что они болеют. Таких людей гораздо больше. Поэтому вот там чуть больше тысячи, это только официально зарегистрированные случаи. Проверяется в год около 20% населения. Это не те люди, которые действительно имели риск, а те люди, которые по каким-то причинам должны пройти обследование. Если бы обследовалось 100%, мы бы имели гораздо большие цифры. Но я так понимаю, что подобные акции, в частности, и газета, они призваны к тому, чтобы люди, в частности, приходили провериться. В том числе, да. Мы будем приглашать и провериться. И для этого будет 1 декабря проходить день открытых дверей в спидцентре. Мы всех приглашаем. Именно в выходной день. Отличься от заботы. И вообще, в принципе, можно сдать анализы бесплатно. В любой день, не только в этот. Разумеется. Бесплатно в течение всего года. Каждый день, пожалуйста. И не только в спидцентре, но и в поликлиниках. К сожалению, об этом очень мало знают. И до сих пор нам задают вопросы. А вот если акция кончится, и я не успею, сколько будет стоить тест на ВИЧ. Это самый частый вопрос сегодня. Ну, то есть, говорим бесплатно. Наталья, вопрос к вам. У вас волонтерский отряд. Ваша работа в чем заключается? Мы уже с 2001 года занимаемся профилактикой различных негативных явлений, в том числе и ВИЧ-инфекции среди молодежи. То есть, это старшие классы школы и СУЗы, ВУЗы. Изначально мы проводили профилактические мероприятия с приглашением специалистов в спидцентры. Все это проводилось в игровой форме, в интересной для ребят форме. В 2011 году мы пригласили в наш регион международный проект Dance for Life, который занимается профилактикой ВИЧ-спид и формированием ответственного отношения к своему здоровью у молодежи. И с 2011 года являемся координаторами этого проекта в Кирове, в Кировской области. И, собственно, вот сейчас, в преддверии 1 декабря, у нас ежедневные запуски этого проекта в различных учебных заведениях. Мы рассказываем о том, как защитить себя, о том, что за проект, что можно своими действиями остановить развитие эпидемии. Призываем к этому молодежь. Ну, то есть, насколько я понимаю, танец, разучиваете какой-то символ этого движения? У этого проекта есть символ, это танец, но основная идея этого проекта заключается в том, чтобы передать молодежи как можно больше информации о том, как защитить свое здоровье, о том, что можно сделать, чтобы избежать развития эпидемии, о том, как информацию передавать другим людям. То есть, танец — это просто привлекательный момент для молодежи, чтобы ребятам было интересно узнавать эту информацию, потому что, согласитесь, малый процент молодых людей, наверное, задумывается сейчас, в 16 лет, в 17 лет, о том, что здоровье-то нужно беречь с молоду, как говорится. Мне кажется, не только молодежь об этом не задумывается, и взрослые тоже, и для нас же я абсолютно уверена, что к этому такое отношение, что это что-то далекое. Спит, ВИЧ, кто-то там болеет, непонятно, какая-то болезнь очень страшная, но как будто бы это не рядом, это не про нас. И наверняка очень многие, если узнают о том, что кто-то болеет, рядом находящийся человек, то это вызовет как раз негативную реакцию. Чего люди боятся? Прежде всего, конечно, боятся заразиться. Причем неосознанно, не как-то вот, что я знаю, что... Сложно ли заразиться? Вообще, в быту да. Есть только три пути передачи ВИЧ-инфекции. Это контакт с кровью, незащищенный сексуальный контакт и передача от матери к ребенку. В быту, где у нас контакта с кровью, в общем-то, нет. Если это не какие-то там драки, первая помощь. Сексуальный контакт, но его можно защитить. В крайнем случае отказаться или провериться на ВИЧ. Но от матери к ребенку тоже профилактика существует. Не так много детей заражаются ВИЧ-инфекцией, потому что специальные препараты позволяют предотвратить это. Но, тем не менее, заражаются все больше каждый год. Слушайте, я хочу задать вопрос к вам. Как вы относитесь к этой проблеме? Есть ли рядом с вами люди, которые болеют? Смущает вас это или нет? И ваше отношение, в принципе, вообще к тому, что рядом могут находиться люди, которые столкнулись вот с такой проблемой 708-502? Звоните к нам. И учитывая вот эту информационно-пропагандистскую машину о том, что, ну вот когда рассказывают людям уже в течение очень многих лет, что заразиться практически невозможно в быту и так далее, вот почему нам, собственно, интересно, откуда возникает этот страх, когда даже знание уже не спасает. Знание, что это безопасно. Все равно проявляются какие-то негативные эмоции по отношению к подобным людям. И, в частности, вот у меня был вопрос по поводу того, как, собственно, к примеру, студенты, дети, там, ну, среди тех людей, с которыми вы пытаетесь общаться на эти темы, как они реагируют? И вот вы говорите о том, чтобы как-то учить их дальше передавать эти знания. Вот они занимаются этим вообще? Как они воспринимают всю эту информацию? Ну, воспринимают хорошо. Хорошо. Молодежь вообще восприимчива к этой информации. Их, так как проект поддерживают известные люди, так как проект использует субкультуру молодежи, они, соответственно, эту информацию воспринимают хорошо, они воспринимают ее так, как нужно. Другой вопрос — работа с учителями, с педагогами и так далее. Вот тут возникают проблемы. Информацию передают, мы пытаемся создавать у тех учебных заведений, где мы были, какие-то команды. Ребята, соответственно, те, кто заинтересовался, они либо там что-то делают, да, какие-то проводят мероприятия профилактические, либо присоединяются к нашей команде и уже с нами продолжают работу в разных учебных заведениях. У нас слушатель на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. Меня зовут Владимир, я из Ирова. Вот я, к сожалению, не так давно присоединился к обсуждению, но ничего ловил, что, ну, грубо говоря, идет информационное определенное обеспечение, да, население по этому поводу информирования. Что хотелось бы вот по этому поводу? Мне кажется, что информационная как раз политика, она немножко, скажем так, перегибает палку, и это хорошо. То есть люди как раз начинают об этой проблеме задумываться. Но с другой стороны, как раз именно вот эта вот политика информирования и профилактики, она, как раз эти фобиты и формирует. То есть, ну, на мой взгляд, какой-то вот такой золотой середины в этом плане сейчас нет. То есть нужно как-то немножко меньше, да, рассказывать об этом? Как вы считаете? Я тоже буду неправ, если скажу, что нужно меньше рассказывать. Рассказывать нужно, но на самом деле вот, ну, я сразу скажу, я об этом знаю только по средствам массовой информации, то есть, ну, я не знаю, там, из интернета, да, по телевизору. То есть я сам лично с этим никогда не сталкивался, и знакомых у меня, ну, я об этом не знаю. Ну, а если бы столкнулись, и рядом был бы знакомый, который вот болен, вас бы это смутило, вы бы перестали с ним контактировать? Меня несколько бы это не смутило. Вот лично себя могу сразу сказать, что у меня нет такой, скажем, ну, если, да, фобию это назвать, да, больных людей. У меня есть определенная такая боязнь того, что меня могут заразить именно, допустим, в медицинских учреждениях. То есть, ну, приходится часто сдавать кровь, бывает. Вот, именно вот это как раз мне очень страшно. То есть я от этого никто не застрахован, и как раз вот эти случаи, они периодически озвучиваются в СМИ. Вот, вот, только в этом плане есть обновленные опасения. А если бы у меня были, конечно, какие-то знакомые, мы, больные, естественно, тут, ну, если с ними ничем, скажем так, не заниматься, то, как бы, о чем опасаться? Спасибо вам, звонок. 708-502, набирайте и вы нас тоже. Ну, вот боятся люди идти в медицинские учреждения, что может там что-то произойти, а как здесь себя защитить? Если действительно никак. Почему никак? Так, существует, во-первых, ряд нормативных документов, обеспечивающих инфекционную безопасность в лечебных учреждениях. И, естественно, это все досконально соблюдается, потому что сами медицинские работники прежде всего заинтересованы в отсутствии новых случаев ВИЧ-инфекции и внутрибольничного инфицирования. Это во-первых. А во-вторых, вот молодой человек, он сдает кровь, да, он приходит в медицинское учреждение, что он прежде всего видит, что прямо в его присутствии открывается стерильная упаковка со стерильным инструментом, которое в его присутствии медицинским работникам собирается, готовится к работе и производится забор крови. Ну, это что касается, к примеру, когда берут кровь. А есть ли там переливание или что-то еще, там, операция? Безопасность донорской крови точно так же регламентируется нормативными документами, и все доноры обязательно дважды обследуются на ВИЧ-инфекцию и другие гемоконтактные инфекции, как гепатит и сифилис и ряд других. То есть мы точно знаем, что вот человек пришел, сдал кровь, у него на данный момент заболевания нет, да, берутся анализы, проходит 3-6 месяцев, и этот человек должен повторно сдать анализы, чтобы убедиться, что он не находился в периоде инкубационном, серонегативное окно, когда не может быть выявлен анализ на ВИЧ, не может дать положительный результат. Естественно, что только после этого кровь допускается в донорский банк, до этого она находится на карантине, ее перелить никому не могут. И если у донора второй результат теста сомнительный или положительный, все порции кроводачи будут уничтожены, и это обеспечивает безопасность. Ну, то есть чтобы сдать анализ, чтобы окончательно убедиться, болен ты или нет, получается, нужно несколько раз сдавать, да, первый, второй? Дважды. Как правило, рекомендуем дважды с интервалом в 3-6 месяцев, ну, и чтобы в этот интервал не было рискованных ситуаций по заражению, потому что иначе опять инкубационный период. Ох, какие сложные эти 6 месяцев для этого человека. Ну, тем не менее. Я вот что хотел узнать. Существуют ли в Кировской области подобные проблемы, с которыми, может быть, так или иначе, мне кажется, в России люди сталкиваются, больные, там, ВИЧ, СПИД. У нас в Кировской области есть случаи, когда, к примеру, отказывали людям в работе, когда узнавали, что он болен, ну, или вот что-то подобное. Обращались ли к вам, к примеру, с такими вот историями? Наши пациенты, как правило, не сообщают свой диагноз, но, тем не менее, бывают случаи, когда вскрывается это просто. Да, случаи были, но не совсем по ВИЧ-инфекции. Был случай по гепатиту. То есть наша пациентка, она, конечно, у нее есть ВИЧ-инфекция, но, тем не менее, она говорит, что это гепатит, и ее пытались уволить с работы по этой причине. Но, в общем-то, профилактическая беседа, объяснение простых правил и каких-то вот базовых норм спасли ситуацию, поэтому бывает, конечно, но не все пациенты говорят нам об этом вслух. Ну, то есть это же все-таки медицинская тайна, да? Я так понимаю, что... Диагноз — это да, это тайна. Только если сам человек может это раскрыть. Да, сам человек может решить, раскрывать или не раскрывать работодателю эту информацию. Да, ну, сейчас за эфиром мы тоже говорили о том, что вот если действительно рядом человек, который болеет, кто смутится, а кто нет, кто будет продолжать контактировать, а кто нет. В автобусе мы едем, человек чихает, кашляет, мы непроизвольно отворачиваемся, верно? А если ты знаешь, что рядом находится человек, который болен, неизлечимый болезнью, и ты можешь от этого заразиться, безусловно, это, ну, как-то, в общем-то, страшно становится. Ну, вопрос, а как вы заразитесь? Если он болен, кашляет, чихает, ну, где-то, может быть, на уровне подсознания вы предполагаете туберкулез, да? А если он с ВИЧ-инфекцией едет, кашляет и чихает, чем вы от него заразитесь? Вот хотелось бы, чтобы все это понимали и как-то, в общем-то, не бояться, да? То есть можно через кровь заразиться, если ты идёшь куда-то... Есть какой-то контакт, да? Ну, непроверенный тату-салон, да, там, например, собственное производство машинка, нестерильный инструментарий, пирсинг, да, возможно. Ну, драки по ножовщине с кровью, да, и есть риск передачи. Естественно, употребление наркотиков, крайне высокий риск передачи, это да. А вот так вот, где особо контактируем мы с кровью? Есть ли какая-то, может быть, статистика по области? Каким образом всё-таки чаще всего люди заражаются? Кировчане чаще, ну, и жители области чаще всего всё-таки заражаются половым путём. До 86% новых случаев приходится на незащищённые сексуальные контакты. Есть ли случаи, когда люди заражали других специально, ну, при вот подобном? Потому что я знаю, что были. Ну, вот, да, официально доказанных у нас не зарегистрировано. А за это предусмотрена какая-то ответственность? Да, предусмотрена есть 122-я статья Уголовного кодекса, где поставление в опасность заражения или умышленное заражение карается лишением свободы. Слушайте, я напоминаю ещё разочек наш набер телефона 708-502. Набирайте нас. И также смс-сообщение можете ещё написать 899-720-101-0. Пишите, подписывайтесь. Если есть у вас какие-то вопросы по нашей сегодняшней теме, у нас в студии специалисты, пожалуйста, звоните, задавайте. Ну, а мы пока сходим на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи» с заботой о традициях, с любовью к земле. Программа «Дневной разворот» в Кирове. У нас есть слушатели, тоже не забывайте, 708-502. Если вам есть какие-то вопросы, хотите пообщаться с нашими специалистами, которые у нас в гостях, пожалуйста, звоните. Какой возраст в основном заболевших? Чаще это молодые. Чаще выявляются в молодом возрасте по Кировской области чаще до 30 лет. По России уже происходит смещение в старшие возрастные группы от 30 лет. То есть, в принципе, в возрасте 30-34 лет 2,4% мужчин являются носителями вируса. Все люди, которые болеют, как они живут? Они участвуют ли в подобных, не знаю, флешмобах, в акциях? Им оказывается помощь, помощь бесплатная. То есть, вот их жизнь, она какая? Жизнь. К сожалению, в нашей деятельности, в деятельности нашего волонтерского отряда, ВИЧ-инфицированные люди не принимают участие. С ними работают специалисты, спеццентры, с ними оказывается психологическая помощь различного рода. Но в такой активности они не принимают участие. В принципе, я не вижу особой в этом никакой необходимости. Это ведь не какой-то образцовый экземпляр, на который нужно отдельно смотреть. Мы можем пройти мимо и даже никак не увидеть, что этот человек болеет ВИЧ-инфекцией. Чем он может поделиться? Да когда только эмоциональными переживаниями, когда узнает о том, что у него есть этот диагноз. И появляются вопросы, связанные со здоровьем, с будущим, с рождением детей, с семьей, с карьерой и так далее. А внешне, ну даже если бы они участвовали в акциях, но не говорили открыто о своем диагнозе, никто бы и не узнал. Ну хотя есть люди, которые в России, есть люди, которые открыто заявляют о том, что они ВИЧ-положительные. И в частности в проекте Dance for Life его поддерживает Светлана Изампаева. Это ВИЧ-положительная девушка, которая на данный момент в Казани живет. И ее призыв к молодым людям, мы показываем это видео во время запуска проекта, чтобы они внимательно воспринимали эту информацию, которую мы даем. Он впечатляет молодых людей, он заставляет задуматься над тем, что на самом деле мы говорим, что мы пришли не танцевать просто, а даем информацию, которая в будущем сможет им помочь защитить свое здоровье и здоровье своих близких. Да, но все равно это ваше движение, это же все равно среди молодежи. Мы, да, мы работаем с молодежью. Те, кто постарше, не привлекайте танцевать. Ну у нас есть попытки, по крайней мере у людей, которые в районах хотят, чтобы Dance for Life начался в их районе. Есть разговоры о том, чтобы привлечь работающую молодежь. Но вот пока нет этого. Да, мы тоже пытались выходить на работающую молодежь, чтобы организовать профилактику на предприятиях. Но на сегодняшний день у нас только одна экспериментальная площадка появится на одном предприятии с буквально разовыми лекциями. Посмотрим, как будет дальше развиваться обстановка. Но информация до руководителей предприятий, до всех доводилась неоднократно с предложениями самой различной работы. Но отклика не находит, потому что все-таки для наших предприятий пока это кажется неактуальным. То есть если мы берем Екатеринбург, Самару, где больше 50 тысяч зараженных на каждый регион, то там на каждом предприятии есть один, два и более людей с этим заболеванием. Там это актуально. А у нас, существенно, потому что никто не знает, все скрывают, все думают, что это где-то там, далеко не у нас. Нас пока что работодатели этот вопрос волнуют мало. Если основываться, может быть, на опыте других регионов страны, либо других стран, что хотите, может быть, перенять и пустить в Кировской области? Какие-то проекты, может быть, еще? Есть ли какие-то планы? Что касается Dance for Life, проект международный, в нем принимают участие более 29 стран. И в Европе, в Африке на сегодняшний день, на самом деле, в большинстве стран удалось остановить эпидемию. По крайней мере, нет роста случаев. И там уже работают непосредственно с уязвимой группой людей. То есть если мы пытаемся всем рассказать о том, что нужно хранить свое здоровье, то там работают конкретно с теми людьми, которые в зоне риска. Также отличие в том, что в западных странах образование, сексуальное образование, оно есть в школах. Там есть занятия, о которых рассказывается, как защитить свое здоровье. И проект на этом не акцентируется. Там акцент на том, чтобы вдохновить молодежь на то, чтобы какие-то акции проводить, вовлекать людей в активность. У нас же акцент все-таки на том, чтобы проводить тренинги. То есть мы пришли, вдохновили, показали о том, как это здорово сохранять свое здоровье, как здорово передавать дальше знания. И следующий этап проекта — это тренинг жизненной навыки, где мы рассказываем уже более подробно о том, что конкретно нужно сделать. И вот у нас в России акцент на этом, в связи с тем, что нет вот этого образования в школах. И очень часто встречаем мы сопротивление вот этой информации от различных педагогов, хотя есть люди, которые понимают о том, что нужно это делать. И без этого, к сожалению, в нашем мире сейчас никак. Да, ну то есть больше упор делается на то, чтобы рассказать, предотвратить. Да, я же хочу больше услышать про тех людей, которые все-таки заболели этим. То есть помощь оказывается государством. Что еще? Как их поддерживают? Либо профилактика. То есть, как правильно сказали, есть зона риска, к примеру. Она как-то каким-то образом выявляется, и как с такими людьми работают? К сожалению, вот в нашей области работа с группами риска, она ведется на базе в основном только медучреждений. То есть она не отсутствует, она ведется, но не каждый человек из группы риска до медучреждений доходит. А работать на местах, например, на ночных дискотеках, на местах, где работают работницы коммерческого секса, у нас возможностей такой нет, как у государственного учреждения, у нас нет уличной социальной работы, которая есть за рубежом. И у нас нет в Кирове тех организаций общественных, которые есть в крупных городах, которые сами, привлекая, опять же, иностранные проекты, делают эту работу совместно со спид-центрами. Вот у нас немножечко здесь идет провал, и самостоятельно выйти на эти группы риска бывает очень сложно. Поэтому вот такая западная модель, она была бы, конечно, очень кстати, даже на базе государственных учреждений. По отношению с людьми, живущими уже с ВИЧ, конечно, работа ведется. Уровни профилактики, они всегда существовали. Первичная профилактика, которой занимаются волонтеры. Мы занимаемся вторичной и третичной профилактикой для того, чтобы человек, во-первых, обследовался и не исчез после того, как получил диагноз. Диагноз — это страшно, это сложно, это тяжело. И нам важно, чтобы человек остался с нами, вовремя мог начать получать лечение, знал, как защитить себя от других заболеваний, как защитить других от того, чтобы не заразить его, и чтобы он вовремя заботился о своем здоровье, естественно. В случае необходимости — это отказ от наркотиков, изменение образа жизни. Такая работа обязательно проводится. Наверняка, когда человек узнает о том, что он болен, кажется, что все уже закончено. Ну, это же не так, да? Нет, почему? Действительно, в большинстве случаев первые вопросы наших вновь прибывших пациентов — это сколько мне осталось. И очень сложно даже вот в первый год после установления диагноза убедить, что ты проживешь не только вот эти ближайшие 2-3 дня, 4-5 месяцев или даже лет, а что ты можешь жить всю жизнь. Если ты будешь следить за своим здоровьем, получать лечение, ты можешь всю жизнь жить без изменения качества этой жизни. Но это приходит со временем. То есть когда проходит год, второй, третий человек понимает, что да, можно, вот тогда уже идет адаптация к диагнозу. Это процесс длительный. У кого-то год, у кого-то три занимают по-разному. Ну, соответственно, женщина задает вопрос, могу ли я родить ребенка. Да, естественно, молодых женщин это всех интересует, безусловно, даже те, кто никогда не задумывался о создании семьи, рождении ребенка, после этого диагноза первый вопрос такой задают. И женщина, мы объясняем, что родить ребенка она может. И очень высокий шанс родить здорового ребенка, опять же, при соблюдении ряда условий. Наблюдение врача, прием специальных препаратов, отказ от грудного вскармливания. Ну что, если мы говорим о том, что, к примеру, в Европе уже удалось остановить вот этот рост заболеваемости, какие, к примеру, прогнозы все-таки по России и по области у нас? Ну, пока наши прогнозы не самые благоприятные, несмотря на стабилизацию, которая есть в нашей области, все равно процесс эпидемический продолжает распространяться, так же, как и во всей России. То есть вот 53 тысячи новых случаев за этот год говорят о том, что пока снижения заболеваемости у нас не будет. Не самая оптимистическая нота, но, с другой стороны, у нас есть на кого положиться в этом непростом деле. Слава тебе, Господи. Да? 1 декабря мы всех предлагаем на театральную площадь, чтобы принять участие в акции во флэш-мобе, который начнется в 5 часов вечера. В этот день вокруг длинной алой ленты, как мы уже сообщали, символы этого дня, станут участники акции со свечами. Это будет все посвящено дню борьбы со спидом. Да, поэтому тоже приходите. Всех же приглашаете, верно? Я думаю, что в любом случае вы узнаете много для себя нового. Мне кажется, и сегодня тоже узнали много чего нового. Спасибо, что сегодня были с нами. Светлана Удельная, Игорь Рысев, дневной разворот в Кирове. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова